Произошло уже зачатие. Женщину желательно поместить в какие-то более-менее адекватные условия, чтобы она адекватно развивалась. Вы просто потом на таблетки меньше будете деньги тратить. Я говорю, утрирую, но понятно, то есть максимально доходчиво на вашем языке. Вообще таблетки это вредно, поймите, я просто, как сказать, не знаю, как вам еще это объяснить. Чем в более худших условиях будет находиться женщина, тем больше проблем у вас будет с ребенком потом. Взаимосвязь, понятно? Понятно? То есть если есть возможность, создавайте для нее идеалистические условия, это не так трудно. То есть не как бы жить на природе, то есть найти себе какой-то дом хотя бы у знакомых, где пожить во время беременности, всего 9 месяцев. У вас друзей полно, кто вам может такую ситуацию предоставить. Приезжайте к ней, там, и все будет прекрасно. Это понятно, нет? То есть если есть возможность, постарайтесь, чтобы беременность проходила в хороших условиях. Далее, сами роды. Мы уже частично поговорили. В идеале, если вы будете сами принимать роды, вы можете пригласить профессиональную акушерку. В Москве это дорого. Последние цифры, которые я слышал, там самые-самые-самые в Москве, которые книжки на эту тему пишут, она 2,5 тысячи евро берет за принятие родов. Вот у меня знакомые рожали у нее. Ну, могут себе позволить, как бы. Ну, нормального ребенка родили. То есть нормально родили они, хотя первый ребенок у них, ну, они, как сказать, вели активную жизнь в молодости. Вот. И первый ребенок у них так, ну, с определенными проблемами родился. Но потом, по-моему, лет 5 они уже встали на пути, на стезю как бы здравомыслия, то есть они адекватные люди, и второй ребенок уже хороший родился. То есть вы можете пригласить акушера какого-либо. В некоторых поселениях, например, вот где у нас аура-йога будет проходить, там около поселка Возрождение, этот центр восхождения, они делают иначе, они договариваются с поликлиникой, и просто во время родов дежурит около дома скорая помощь. Ну, то есть проплатили, это гораздо дешевле будет, чем 9,5 тысячи долларов, ой, евро. Понятно, нет? То есть договорились с бригадой скорой помощи, что на такие-то часы там постойте около такого-то дома. Им на самом деле все равно, где в городе стоять. Просто, ну, как бы застолбили, вот, все. Ну, и, соответственно, если там что пошло не так, просто сразу же к профессиональным врачам обращаются. Но много моих знакомых, и поверьте, много пальцев на руках не хватит с ногами вместе, рожаются самостоятельно, без каких-либо проблем. И эта система рождения в воде, она продвигается в России лет 30, наверное. То есть Черковский начал ее продвигать, наверное, еще в середине 80-х, если не раньше. Есть такой Игорь Черковский, который, как бы, эту концепцию продвигал. Ну, своеобразный дядька, то есть он там детей воспитывает по-своему. Там вообще там на море. А? Там вообще на море. Да, нет, у него квартира. Я был у него в квартире, я это видел. Рожать воду – это уже давно проверенная практика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова